добрый день ребят сегодня мы с вами начинаем изучать темы по биологии первая тема у нас клетка строение клетки так давайте начинаем всем удачи перед тем как объяснить вам строение клетки нам нужен изучать строение что такое у нас материя как думаете что по-вашему материя что думаете насчет этого термина можем сказать то что это точно не материки так материя у нас это все то что мы видим то что мы слышим то что мы думаем то что мы держим руками это все живые и неживые вещества организмой является материей материя бывает в двух видах это у нас живая и неживая неживые вещества неживым объектом или же веществом относятся которые состоят из атомов то есть атомы объединяются появятся молекулы вот от молекул по это различные вещества а мы продолжаем эту дорогу так живые организмы слова живые обозначает био так как это у нас био а изучающая наука это логос от этого выходит у нас биология получается биология это изучающая наука живых организмов так у каждого наука существуют свои наименьшие частицы так как это в биологии мы начинаем с клеток клетка клетка это основная структурной и функциональной единицы жизни то есть каждой клетки присущие все свойства живого размножения рост обмен веществ наследственность изменчивость старение другие так как клетка является структурной единицей всего живого структурная единица опять же клетка является функциональной единицы всего живого клетка проявляет весь комплекс жизненных функций клетка является опять же единицей всего живого развития всего живого, потому что новые клетки образуются только в результате отделения исходной клетки. Опять же, клетки являются генетической единицей всего живого, потому что в хромосомах клетки содержатся информация о развитии всего организма. И все клетки сходны по строению, функциям и химическому составу. Так, теперь мы с вами рассматриваем историю открытия клетки. История открытия клетки. Всем известно то, что клетку обнаружил у нас Роберт Гук в 1665 году. Как? Чтобы открыть Роберт Гук, он использовал пробку, так как, например, чтобы открыть клетку, он использовал микроскоп. Микроскоп, уже понятно, до открытия клетки уже был открыт. Говорят, что первые изобразители микроскопа являются у нас Янцен. А после этого Галилео Галилей окончил строение микроскопа, так как микроскоп, который мы сейчас изучаем, был открыт со стороны Галилео Галилея. Так, из каких частей стоит микроскоп, вот он имеет здесь окуляр, а здесь имеет он тубус, под тубусом расположены у нас объективы, так. Потом здесь у них существует штатив, чтобы содержать эти все. В штативах расположены винты, здесь расположен у нас предметный столик, чтобы изучать определенные вещества и здесь, вот, у нас здесь есть зеркало, чтобы направить свет в определенную часть, в определенную направлению, оно передает. Так как Роберт Гук берет такой микроскоп, берет пробку один дюйм, которого 5 на 8 сантиметров, это в греках называется один дюйм, так как берет один дюйм пробки, сюда ставит, а потом же, когда посмотрел через окуляра, он увидел ячейки маленькие, и вот эти ячейки он называл цитусом, а вот цитус с греческого языка обозначает клетка. Получается, Роберт Гук является ученым, открывший и клетку, и термин этой клетки. После этого в 1674 году Антони Ван Левенгук обнаружил в капле воде одноклеточные организмы, то есть он сказал, что некоторые организмы могут состоять только из одного клетки. После этого Ян Пуркини открыл цитоплазму, Роберт Браун ядро открыл, а после этого у нас Шван и Шлейдин, вот эти ученые, они сформулировали клеточную теорию. Что есть в этой книге? Они написали подробно в этой книге, вот из каких частей стоит клетка, основные функции этих частей, что они делают, как размножаются, или же что влияют на их развитие. Все об этом подробно написали в клеточной теории. В данное время, например, мы используем, чтобы объяснить строение некоторых органоидов, так как пластиду или же вакуайль, мы используем эту теорию. Почему? Потому что нам неизвестно ученые, открывшие эти частицы, и чтобы объяснить, мы используем теорию этих ученых. Но, ребят, эти ученые Шван и Шлейдин тогда допускали одну ошибку, то есть они думали, что клетки образуются от неклеточных организмов. Как? Ну, логично, мы сейчас можем думать то, что это неправильно, да? Но в то же время тоже среди ученых были определенные переговоры на счет этого. И в 1858 году Рудольф Верхов доказал, что все клетки образуются из других клеток путем клеточного деления. Так с этим заканчивается история открытия клетки. Если есть что-то непонятное, можете написать в комментариях, будем обсудить вместе. Так, следующий у нас «типы клеток». Какие типы у клеток существуют? Вот смотрите, у нас дано вот такие термины «эукариоты» и «прокариоты». На самом деле тоже из греческого слово «карио» обозначает «ядро», а вот слово «эу» обозначает «до», «про» обозначает «после». Ну, ребята, я наоборот написала здесь «после», а «про-до» обозначает. Вот смотрите, эукариоты, они организмы, которые имеют ядро. Получается, сюда относятся растения, животные, грибы, люди. То есть все эукариотические клетки содержат ядро. А вот «прокариотические» организмы, к которым нет ядра. Относятся туда цианобактерии, бактерии обычные и сине-зеленые водоросли. И здесь написана опять же третья группа «анциты». К анцитам относятся вирусы. Почему? Потому что мы уже знаем то, что все живые организмы состоят из клеток, но исключение составляет вирусы. Почему? Потому что вирусов нет клеточное строение. Вот они состоят только из капсидов, а внутри есть нуклеотиды. Вот это самое простое строение вирусов, но по строению, по влиянию уже могут они иметь различные фигуры и различные строения. Продолжаем. «Рассеяние и животное». Ребят, мы уже знаем то, что и укоритическим организмам относятся рассеяние и животное. Но в растительных клетках и животных клетках могут быть определенные разницы. Например, и схожая сторона тоже существует, конечно. Например, они оба содержат ядро, они оба содержат цитоплазму, центры имеют только животные организмы, ядрышко имеют все организмы, рибосома имеет и оба организма. Но вот эти хлоропласты имеют только растительные клетки, лизосому имеют только животные клетки, вакуаль тоже имеют растительные клетки. Сейчас мы подробно будем объяснить о строениях этих организмов. Все иукариотические клетки состоят из трех основных частей. Например, берем эта клетка, это обычная клетка, в самом середине они имеют мембрану, в самом середине и состоит ядро. А жидкость, которая наполняющую между ядро и мембраной называется цитоплазма. Так, теперь, что делает мембрана? Основная функция мембраны, он защищает организм, то есть первая функция это защита. От чего защищает? Могут быть это бактерии и вирусы, могут быть это определенные механические прикосновения, но он самое главное защищает. Вторая функция придание формы. Например, в человеческом организме существует более 100 миллиардов клеток, а вот этим всем клеткам дает определенные фигуры эта мембрана. А вот третьих, они отвечают за процесс метаболизм. Давайте, ребят, напишите в комментариях, что такое метаболизм. Пусть немножко будет разбор насчет этого термина. Как вы думаете, что такое метаболизм? Где это происходит? Вот, я уже сказала, да, вот происходит. Это, получается, процесс. Вот некоторые ученики думают, что метаболизм выйдет со словом болезнь, и это какая-то болезнь, метаболезнь. Но это не болезнь, это процесс. У всех живых организмов этот процесс идет. Но давайте напишите, что знаем насчет этого термина. Так. Так, ребят, метаболизм это у нас обмен веществ. Мы знаем то, что в мембранах есть такие различные поры. Через поры они что делают? Они, конечно же, себе принимают пищу. Точнее какие? Они принимают белки, жиры и углеводы. После попадания в клетку они здесь переваривают в цитоплазме, а после этого они обратно же выделяют через эти пор эти свои отходы. Получается, принимают себе, переваривают и выделяют. Целый процесс мы называем обмен веществ. Это была функция мембран. Второй у нас ядро. Ядро что делает? Ядро является самая основная частица эукариотических клеток, так как они содержит это ядро. На самом деле ядро существует две основных функции. Первая у нас, они отвечают за размножение. Как? Размножение. Мы знаем, что все клетки размножаются с помощью деления клеток. Например, это исходная клетка. Они из самого центра делятся на две. От этих получаем мы новые клетки. Потом эти новые клетки обратно же развиваются и тоже они становятся такими большими. И когда приходит время, они точно так же делятся на две, с путем метоза. Половые клетки делятся с путем миоза. И точно так же путем размножаются клетки. Это была первая функция ядро. А вторая функция, они отвечают за сохранение наследственных информации. То есть здесь расположены у нас ядрышки, а в ядрышках расположены у нас хромосомы. А что такое хромосомы? Хромосомы это единицы, которая сохраняет все информации об этих живых организмах. Пусть это будет клетки, люди, пусть будут вращения. Но они здесь сохраняют информацию о живого организма. Здесь, ребят, ошибочная ошибка. Основная частица это не вакуаль, это мембрана. А третья часть уже цитоплазма. Ребята, мне нужно стирать эти, чтобы объяснить цитоплазму. Цитоплазму открыла у нас Ян Буркини. Объяснила то, что цитоплазма состоит из гелоплазмы. Но здесь можем сказать, что цитоплазма существует две основные части. Это у нас аргамуиды и включение. Включение это непостоянные исчезающие части клетки. То есть сюда относятся белки, жиры и углеводы. Некоторые белые углеводы относятся туда, например, крахмал. Они исчезают, когда в клетку не попадает пища. Получается, включение является запасами. Когда придет время, они используют эти частицы. А вот органоиды, они постоянные частицы этих клеток. Бывают в трех видах. Одно мембранные, двумембранные и третье немембранные. В следующих слайдах мы будем подробно объяснить. так как функция мембранной объяснила уже. Ведро вам объяснила уже. Цитоплазму вот. Цитоплазму тоже объяснила. Органоидам относится, одном мембранным органоидам относится эндоплазматическая сеть, лизоосома, комплекс Голджи, Вакуэль. А вот думаем, мембранным относятся митохондрия и пластиды. А вот немембранным относятся рыбосома и клеточный центр. А вот включение бывают в виде гранул. Например, крахмала, гликогена и белки относятся. И в виде капли тоже может быть жира относятся. грая. Так, теперь начинаем. Первая у нас лизосома. Лизосома является одноклассным мембранным органоидом. В животных клетках лизосома является пищеварительным бакуалем. То есть они отвечают за процесс самопереваривания, за процесс автолиз. То есть мы только что сказали, через пор входит пища, а органоиды их переваривают. Получается, первый этап расшипления, переваривания проходит через лизосомы. Почему? Потому что он всю пищу выделяет или расшипляет до маленьких частиц. Открыл лизосома у нас в 1955 году ученый Детюф. После этого эндоплазматический ретикулум открыл у нас крылья портер в 1945 году из корней ткани. Бывает в двух видах, то есть гладкая ЭПС и шероховатая ЭПС. Гладкая ЭПС отвечает за синтез углеводов и жиры, а шероховатая ЭПС отвечает за синтез белки вместе с либосомой. Почему? Потому что мы только что сказали, что либосома относится к немембранным органоидам. Вот, чтобы их защитить, шероховатая ЭПС, он как бы их сюда может положить, да? Либосома заходит туда и вместе, они вместе отвечают за синтез белков. Так, следующий у нас комплекс Годжи. В 1898 году сам Камилло Годжи открыл, он итальянский ученый, Камилло. То, найдено в нервной клетке, основная функция это транспортировка необходимых веществ при биосинтезе или же удалении токсичных вредных веществ. И вторую функцию является образование лизосом. Так как эти вакуали, ой, эти органоиды, которые отвечают за переваривание, оказывается, образует у нас комплекс Годжи. Так, повторяем. Основная функция комплекса Годжи это первое удаление вредных токсичных веществ, а вторая функция это образование лизосом. Следующий у нас вакуаль. Вакуаль, так как мы уже сказали, кто открыл, нам неизвестно. Но основная функция вакуале, он играет очень важную роль в резервуар для хранения и перераспределения воды. То есть он выполняет осморегуляции и функции, ну регуляторную функцию он выполняет. Вот это. Так, например, мы знаем то, что в человеческом организме, в животном организме есть поры, есть определенные органы, чтобы выделить свои конечные продукты, да? А вот у растений не существуют такие определенные органы, чтобы выделить. А все эти функции у нас выполняет, оказывается, вакуаль. То есть все токсичные вещества выделяются наружу под контролем вакуаля. Следующий у нас митохондрия. Метахондрия среди всех органоидов является самый сложный органоид из-за того, что он двумембранный. Вот смотрите, наружная это мембрана, а это внутренняя мембрана. Основная функция митохондрия, он является станцией энергии. Из-за того, что он внутри имеет АТФ, все мы знаем то, что во время разложения АТФа образуется энергия. А на счет этого мы думаем то, что митохондрия, чтобы работал другие эти органоиды, он всем раздает энергию. Следующий у нас пластины. Пластины тоже нам неизвестно, кто открыл и в каком году открыл. Мы знаем об этом органоида от клеточной теории. Бывают в трех видах хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Хлоропласты, почему слово хлор, потому что греческого хлор обозначает зеленый. Получается, хлоропласт дает растениям зеленый пигмент. Они в основном бывают в стеблях и в листьях. Вторая функция хлоропластов, они за фотосинтез отвечают. А что такое фотосинтез? Например, это листья. Когда листья попадают в солнечный свет, они начинают себе погашать углекислого газа. А углекислый газ, откуда воздух поступает? Мы знаем, что во время выдыхания люди выделяют углекислого газа. Он начинает взаимодействовать с водой, уже в организме содержится растение. После этого процесса уже начинает образоваться глюкоза, СО6, H12О6. И они в природу выделяют чистый кислород. Получается, растение занимается образованием чистого кислорода. Это и вправду так. Но с одной стороны, питается благодаря этого процесса, себе углекислый газ погашает, а вместо этого нам выделяет он чистый кислород. Хромопласт, слово хромотос, тоже с греческого языка, обозначает разное. Например, цветочку дает красный цвет хромопласт. Например, желтого лимона дает желтый цвет хромопласт. Вот точно так же. Основная функция хромопласта, он цветочком или же плодом дает разные цвета, благодаря своими разными пигментами. Последний у нас лейкопласт. Лейкопласты, они бывают бесцветными и в основном расположены в корнях. Все знают, да вроде, почему корень бесцветный. Из-за того, что содержат они лейкопласты. Основная функция это дает бесцветный цвет, и одновременно они занимаются функцией запаса. То есть, если в организме очень много воды, они запасируют лишнюю, и когда придет время, раздают другим органам, другим частям. Следующий у нас немембранный органоид. Немембранным органоидом относятся у нас рибосома и центриол. Рибосома уже знаем, они вместе с шероховатой АПС отвечают за синтез белка. Синтез белка. А вот центриол помогает при делении клетки. Так, начинаем. Ребят, с этим у нас органоиды все. Теперь обсуждаем, разбираем, делаем разбор. Над теориями, которые я вам уже объяснила. Первый вопрос. Роберт Гук впервые увидел под микроскопом и описал клетки. Так, какой ответ у нас? Какой из них будет правильным ответом? Конечно же, это пробки. Потому что я в начале урока сказала, да, вот он взял пробку, потом поставил под микроскопом и увидел, что там есть ящейки. Второй вопрос. К неклеточным формам жизни относятся какие организмы? Так, время пошло. Подумаем, это какой ответ? Это бактерии, вирусы, растения или же грибы? Правильный ответ у нас будет вирусы. Потому что вирусы не имеют клеточную форму, клеточную строению. Следующий вопрос. В аппарате Голджа образуется. Так, комплекс Голджа или же аппарат Голджа, мы же знаем то, что они занимаются выделением токсичных веществ от этого организма. Это была основная функция. А вторая функция является образование лизосомы. Лизосомы более. Ответ будет А. Так, следующее. Клетки растений, так же, как и клетки животных, так, имеют серьезную клеточную стенку, способны к фагоцитозу, содержат хлоропласты. Так. Мы сейчас должны найти схожая сторона клетки растений и клетки животных. Это у нас, конечно же, имеют ядро, так как эти все организмы являются иукариотами. Следующее. Пятый вопрос. Мы знаем то, что бактерии, они не иукариоты, а вот относятся к прокариотам. Функцией ядра является образование лизосомы и митохондрии. Это неправильный вариант. Защита клетки от вредных веществ. Это функция мембраны. Синтез и транспорт белков, фижижов и углеводов. Это функция эндоплазматической сеть. А вот хранение, генетическая информация, так и правильный ответ будет это. И последний вопрос. Оргоноиды, в которых осуществляется фотосинтез, называются, конечно же, это пластиды. Потому что пластидам относятся хлоропласты, которые отвечают, отвечающие за процесс фотосинтез. Например, они передают зеленый цвет и одновременно занимаются за осуществлением. При осуществлении процесса фотосинтеза. Так, ребят, всем спасибо за внимание. Пусть это будет вам полезными информациями. Увидимся.